Ориентировочно мы уже начнём работу в 4 часа ночью, где-то с рассветом, для того, чтобы к моменту движения уже было открыто. Трамвайную сеть отключат от питания также сегодня ночью. Демонтаж путей начнут с завтрашнего дня. Техника и рабочие готовы приступить к реконструкции, сообщил подрядчик. Два экскаватора будут работать на самом пути проводя на подпорной стенке. Один экскаватор будет работать чуть ниже на очистных сооружениях. То есть порядка 20 самосвалов запланировано на вывоз грунта. Самым острым остаётся вопрос движения общественного транспорта на «Тагилстрой». Все шесть пассажирских маршрутов этого направления пустят в объезд через улицы Кулибина, фестивальную и индустриальную. Мы также ещё планируем неделю помониторить состояние. И если возникнет необходимость, либо добавить рейсы, либо сделать небольшое движение через рудник. При затруднении движения, уточнил Егор Копысов, запланированы сокращённые пассажирские маршруты от улицы Индустриальной в районе пешеходных мостов возле ЦУМа и железнодорожного вокзала. 17 апреля РЖД ввела так называемые дополнительные летние электрички в направлении станции Смычка. Их количество могут увеличить при необходимости. Для автомобилистов также предусмотрели альтернативные пути. По Северному шоссе через шлакоотвалы, там дорогу отремонтировали, заасфортировали дорогу по улице Шевченко. Там сейчас тоже нормальный проезд. Автовладельцам необходимо обратить внимание. Движение в районе путепровода будет закрыто. Разрешён только поворот с улицы Октябрьской революции на Циолковского в сторону проспекта Мира и в обратном направлении. У нас ещё планируется изменение схемы движения по улицам в железнодорожном районе. Улица Кушвинская и Бондина переходят на одностороннее движение. Улица Кушвинская со стороны Движинского района в город. Улица Бондина со стороны центра в сторону Кулинина. Соответствующие знаки будут установлены завтра утром. Для пешеходов на улице Бондина оборудуют тротуары. Ремонт улицы Индустриальной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет и дальше вестись в ночное время, чтобы минимизировать нагрузку на основной объезд вокруг путепровода.